Праздничная литургия, крестный ход, концерт, духовная беседа с отцом Артемием Владимировым, подарки и угощения от сестер. В Александро-Невском Новотихвинском монастыре отметили 641 годовщину обретения Тихвинского образа Божьей Матери. Божественную литургию возглавили митрополитик Катеринбургский Верхотурский Евгений, епископ Нижнетагильский Невьянский Феодосий и епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Архипастырем служило многочисленное духовенство, в том числе духовник и старший священник Алексеевского Ставропегиального монастыря Москвы протерей Артемий Владимиров. Главная святыня обители Тихвинский образ Богородицы. Это точный список с древней чудотворной иконы, которая находится в городе Тихвине, написанный сестрами обители и доставленный в Екатеринбург в 2008 году. Соборно помолиться Царице Небесной пред ее святым образом в день праздника собралось множество верующих людей со всей митрополии. Большинство из них за литургией причастилось святых христовых тайн. Этому главному таинству церкви посвятил свою проповедь отец Артемий, отметив, что после причащения наступает время сохранения святыни. Будем просить Пречистую Богородицу, чтобы нам не растерять эту благодать, не расплескать эту живую воду, но ходить в смирении мире, страхе Божье и в любви, щедро делясь той водой живую, которую Господь исполняет сердце причастника. После причастия архипастерей, духовенства, многочисленные прихожане и гости обители совершили традиционный крестный ход вокруг Александра Невского собора с тихвинским образом. Молитвенное шествие сопровождалось пением сестер. Умири от Ромбовицы тишиною, Сына и Бога Твоего всенепорочная, Слава Отцу и Сыну и Сыну Богу. У Некрополя, где погребены игумени и благодетели обители, были вознесены молитвы о их упокоении, а также императора Александра Павловича, высочайшим указом которого был основан монастырь, и о царских верных слугах, захороненных на территории монастырского кладбища. По завершении крестного хода всех собравшихся поздравил с праздником глава митрополии. В своей проповеди владыка Евгений отметил, что среди всех прекрасных творений, созданных Богом, самая великая Пресвятая Богородица. Своё земное присутствие и милость Божья Матерь являют через иконы, в частности, через свой тихвинский образ. Сегодня мы видим, как сёстры обители постарались благоугодить, угодить ей при чистой, при благословенной, построившей и украсившей этот храм, искусно научившись петь, плести цветы, ткать ткани облачений церковных. Но, наверное, самое главное, о чём стараются и преуспевают сёстры, чем делятся с теми, кто приходит в сию обители, ткать песнь Богородицы в сердце своём. Мы сегодня и устами, и сердцем прославляем Деву Марию и стараемся сделать это угодное ей делом. Себо отныне ублажат мя вси роды. Владыка пожелал всем присутствующим, чтобы они были услышаны, согреты любовью Богородицы, утешены её благодатью, чтобы и наша жизнь осветилась так, как освещали все места, где являлась икона Божьей Матери Тихвинская. Дорогие Владыки и Архипастыри, сердечно благодарим вас за то, что в сегодняшний день отложили всякое попечение. Благодарим вас, дорогие пастыри и паломники, за то, что, подобно евангельской Марии, застыли у ног Спасителя, чтобы услышать Слово Его. А сестёр благодарим, что, подобно Марфе, отложили Марии на дело и позаботились о том, чтобы всех принять, утешить. Да воздаст Господь и Матерь Божия всем по трудам, нашим малым, а наипаче по своей неизреченной благодати. По окончании богослужения праздничный день в обители продолжился концертом, на котором выступили православные хоровые коллективы, детско-юношеский «Светилен» и хор Миссионерского института «Горлица». Исполнением любимых песен порадовал и клирик Александра Невского собора протодиакон Даниил Герман. По традиции духовную беседу для прихожан провёл протеерей Артемий Владимиров. Предмет нашего размышления – участие, незримое участие Пресвятой Девы Марии в нашем спасении. Кроме того, все гости обители получили подарки, подготовленные сёстрами, буклет о монастыре и небольшую книгу о графине Анастасии Генриковой, которая была преданной фрейлиной императрице Александре Фёдоровне и свою преданность сохранила до конца. Субтитры создавал DimaTorzok